Вечерний Астана ждет большой хоккей. Сегодня в гости к Борису приезжает Авангард. Третья команда Лиги, против третьей команды с конца турнирной таблицы. Мы встречались с Борисом буквально перед Новым годом. Были недовольны результатом. Я думаю, все помним эту игру. Как сегодня готовились? Ну, конечно, тот результат нас практически не устраивал. Поэтому, естественно, сегодня ребят настраиваем на то, что команда Борис играет без напряга. Старается показать хорошую игру и будет опять стремиться к тому, чтобы нас победить. Для этого, естественно, нам нужно играть с желанием, выполнять работу. И каждый игрок должен быть дисциплинирован. Олег Владимирович, перед Новым годом обыграли Авангард. Как готовитесь к ответной, скажем так, игре? Не так давно она произошла? Ну, понимаем, будет, что непростой матч. Знаем, что соперник сейчас на ходу. Что достаточно мастеровитые команды. Очень хорошо играет в большинстве. Поэтому ребят предупредили, чтобы необоснованное удаление исключить. Ну, в принципе, те моменты, которые мы создаем, их надо реализовать. Потому что очень тяжело играть, когда мало голов. Хотя, еще раз повторюсь, создаем достаточно моментов. Не на один гол, а на три, на четыре. Поэтому ребят сегодня попросили поработать активно на пятаке соперника, чтобы эти все мусорные головы, но они все-таки уже начали приносить пользу. Табличка показывает в том числе и то, что Борис худшая команда по игре в стартовых отрезках этого сезона. 26 поражений, но начало очень хорошее. Шестаков бросает по воротам. Дальний наброс. Спунер выигрывает точку и делает это очень уверенно. Ткачев может отсюда и бросить. Штанга! Какой момент у Владимира Ткачева. Удивительно, что на него вообще никто не выкатился. Николишин. Неудобно переложил, бросил, проверил по сквале. Игумнов. Ножье за ним. Игумнов. Какая передача, Мартынов. Бросок и вроде бы даже можно добить. Барс уже давным-давно до сих пор второй по очкам среди форвардов. Момент очень неплохой. Старченко создает. Ножье на пятаке добивал. По сути, большинство-то у хозяев заканчивается. Рымарев. Прошла на него передача. Какой пас. И Мишуров выручает свою команду. Жофяров против Бекетаева. Очень большая разница в габаритах. Но Жофяров умудрился передачу под бросок исполнить. А теперь Прохоркин. Пауза. И какой момент у Николая Прохоркина. Вот он принимает. И там вот прямо она на дальнюю смотрелась на Юрч. Конечно, он попробовал все равно все сделать очень хитро. Может быть там и скорее всего он просто увидев, что на Юрче не проходит. Так, вот момент Бориса. Второго броска нет. А вот только сейчас и Муратов не забивает. А вот дальше Шестаков гоняет шайбу в ворота. 1-0. Борис выходит вперед. Ну, вообще вот тут Жофяров не вывел. Дальше Шеребзянов. Он хотел пробросить там соперника мимо. И вот, смотрите, Муратов бросает раз. Потом подбор. Еще один бросок Савицкого. И все это отскакивает на пятак. И кажется, а может даже и не кажется, что все игроки Авангарда в районе пятака, ну, в принципе, так и есть. Вот пять в кадре. Но тяжело очень среагировать и понять, куда Шайба будет от Мишурова отскакивать. Плюс ко всему он там отбивал один раз, попадал в ногу Прохоркина. Ну, Авангард так-то, в принципе, освобождал место. Мы же помним, где Шулак был? Да, да. Кстати, первый гол Шулака за Авангард в ворота Бориса был. Первый период позади. Аркадий Шестаков, главный герой этой 20-ти минутки, отличным броском пробил Андрея Мишурова. Батерлан забили гол в концовке периода. Насколько важно было первыми открыть счет? В принципе, важно открывать всегда счет, повести за собой. В принципе, это хорошо, что мы забили первыми. Но ты только первый период закончишься, поэтому еще впереди два периода нужно играть. Не реализовали одно большинство. Также в первом периоде очень много поиграли времени без остановок. Насколько это было энергозатратно и что делать с большинством? Ну, в принципе, готовы ко всей ситуации. Если такая, если такая, то мы будем играть, бегать, если надо, там, вообще без остановок. Будем стараться. Не, у него катился партнер там, чтобы в дни игры не было. Рейнгард. Бросок ближний. Очень сильный бросок. Немножко так ударил по клюшке. Не сильно помешал. Но дальше на синей линии включается Гуляев. Бросает низом Паскуали. Не очень уверенно отбил. Словацкий нападающий. Укрывает ее. Прохоркин рядом. Обратный пас. Юрчо. Бросок. И Паскуали выручает. А потом еще Жофяров добавил. Хорошая атака авангарда. Удерживая шайбу и не давая ничего сделать. Ой, попало линейному. Тут самое главное не увернуться Савенкову. С двух метров в бок прилетело. Еще такая неприятная ситуация для линейного. Но я ее так вижу. Я не был на его месте. Продолжает Юрчо. Вылез. Резкий вираж получился. Прохоркин на синюю линию. Мощный бросок. Гол. 1-1. 7 минут потребовалось авангарду для того, чтобы сравнять счет в этой встрече. А здесь, ну, выигран подбор. И вот здесь тоже выигран подбор. Гуляев несколько свободен. Он бросает. А, рикошет никакого. Но, слушайте, очень плохо расположились игроки Бориса. Прям очень плохо. Они как будто бы в створе броска, но на самом деле это не так. И они только и делают, что перекрывают обзор Паскуали. Это одна из проблем, наверное, вообще. Вот. Прекраснейший шанс у Бориса. Это бросок Оберга. Главного снайпера команды играл Задовоз. И эти ребята стабильно набирают очки. Девятая у Прохоркина. 5 плюс 4. Наседает Борис. Мишуров. Тяжелая ситуация. Добивает Муратов. Находит эту шайбу вновь. Красную пересек. Можно и вбрасывать, но можно и на Прохоркина сыграть. Николай проходит к воротам. В падении бросает. Красиво. Хотя угол был уже не тот. Передача Чмыхова. Прошла. Шайба остается в зоне. Наброс. Верхом. Рикошет. Гол. 2-1. Переворачивает эту встречу Авангард. Дальше, правда, хорошо. Рейнгард поборолся. Тут уже так он Юрчи поменял. И вот дальше, по-моему, подправление Прохоркина. Ну да. Причем вряд ли тут была высоко поднятая. Рейнгард вот еще очко набирает. И Чмыхов. Чмыхов. Чмыхова тоже нужно похвалить. Знаешь, за что? За то, что иногда игрок в такой ситуации. К тому же Чмыхов хоккеист, который не с самого начала этого сезона играл в КХЛ. Мартынов, Игумнов и Николишин. Игумнов сместится в центр. Передача получилась. И еще один бросок. Бикитаев. Налево. И Мишуров выручает. Борисевич подставляет клюшку, но переиграть вратаря авангарда. Ответ Бориса. Скленечка. Оберг в ближний. Мишуров отбивает. Скленечка. Через Оберг прошла шайба дальше. И Бушет. Вроде бы неторопливо. Но партнеры разгоняются. И Ткачев вываливается на ворота. Но Пасквали отбивает этот бросок. Я помню. Но я все-таки почему-то думаю, что Ткачев, наверное, хотел верхом. Холодилин. Ух, как сильно бросил. Интересно, куда там шайба попала. По-моему, даже Пасквали просит паузу у судьи. Старченко. Мы видим у левого борта. Справа Апальков получил шайбу. Сам бросил. Рикошет непредсказуемый. И шайба сверху на сетке. Ну, тут череда. Вот она раз, два и полетела. Вообще могла, конечно, и в ворот попасть. Умербеков. Даже выброс уже не получается. Сейчас будет сирена. И мы задавались вопросом, как поменяется игра авангарда. Проснется ли команда? Две безответные шайбы. Томаш, забили две шайбы. Перехватили инициативу Бориса. Насколько изменилась игра во втором периоде? На самом деле, стали лучше действовать на форчекинге. Создали два хороших момента возле ворот, которые реализовали. И я думаю, нам нужно действовать так же во втором периоде. Действительно, сыграли проще. И это принесло свои плоды. Чистяков. Чуть назад. Тут то ли Ткачев, то ли Буше. Разобрались, разъехались. Шеребзянов. Ткачев подкатывается к воротам. Еще один пас. Бросок Чистякова. И по сквале остановился. Останавливает эту встречу. Спунер. Как вариант. Значит, Шеребзянов. И розыгрыш уже в зоне Бориса. Какая скидка. Бросок. А второй будет. Юрчо за ворота. Поехал. Крутанулся. В обратку отдал. Опять спунер. Там лежит его же игрок. Шайба не идет в ворота у авангарда. Муратов. А вот это уже два в одного. Савицкий. Передача проходит. Пауза. Бросок. Мишуров. Вытаскивает эту шайбу. Продолжает атаковать Борис. Не, ну катайка у него хорошая. Нормальная. Червеный. Еще один бросок. И Мишуров отбивает. Выраженный. И как бы он. А дальше все остальные. Ну, может быть, Грант. Он весь сезон пропустил. Ты первый, да? Делает Варя. А вот вдвое к воротам катят. На Юрчу передача. И клюшка игрока Бориса на пути. Сколько у него сил. Какая интенсивная смена. И все равно, какие проблемы он большие создает сопернику. Игумнов. Ну, разве что не забивает сейчас Иван. Через борт. Раз и два. Дальше Амирбеков. И передача Нургалиева. Бросок. Андрей Мишуров отбивает шайбу. Николишин. В центр катит. Бросок. Пасквали отбил перед собой. Опять Николишин. Довернул руками. Но не попал в ворота в этот раз. Апальков отдает на синюю. Наброс. Нет. Эта попытка блокируется. Передача на свободный лед. Прохоркин за своим третьим очком. Катит. Бросать не стал. Пауза. И не попадает. На подмогу приехал. Очень вовремя передача на пятак. И там Жоферов. А дальше бросок по пустым воротам. И это гол. 3-1. 7 с половиной минут. Команда играли без остановок. И только заброшенная шайба прерывает этот продолжительный сегмент игры. 3-1. В пользу авангарда. Тем не менее, шестая. Ну, Савицка и Нургалиева. Ой, там даже кровь. Ой, там все прилично крови-то. Победа в основное время нет. Чтобы на своей площадке команда 3 шайбы забивала, даже я, честно говоря, сходу не вспомню, когда такое было в последний раз. Сейчас авангард. После поражения следует победа в последнее время именно так. Олег Владимирович, хорошо провели первый период в таком обоюдном прессинге. Что пошло не так во втором? Ну, потом немножко наши защитники стали передерживать атаки. Соперник нас начал накрывать. Хотя в третьем периоде сделали поправки. Создали достаточно опять много моментов. Но вот наша пока беда в том, что мы не можем реализовать те моменты, которые мы создаем. И 6 на 5 забить тоже пока не получается? Ну, 6 на 5 это не зацепились. Надо было там, наверное, Данилу немножко более так спокойно сыграть, сделать винт. Но он поторопился. Ну, что сделаешь, как есть, так есть. Михаил Григорьевич, в первом периоде, можно сказать, игра была равна. Но во втором было заметно, что в отборе шайбы, даже в зоне соперника, очень сильно прессинговал авангард. Это какие-то изменения были внесены или изначально такой план? Да нет, мы изначально всегда готовимся. У нас не всегда хорошо, к сожалению, получается второй период. Но сегодня ребята выполнили установку, выполнили задания, очень уверенно отыграли. И за счет вот этой хорошей работы и правильных действий мы выиграли игру. Хотя игра была очень тяжелой и непростой. В какой момент, по-вашему, все изменилось в ваш пользу? Ну, я считаю, что вот во втором периоде, когда мы забили два гола, в третьем, конечно, тоже предостаточно было моментов, можно было и успокоить игру раньше. Надо забивать такие ситуации. Ребята, всех победы. Непростая игра. Молодчики вытянули хороший второй период за счет движения, скорости, борьбы, которую вы выиграли. И пришла сегодняшняя победа. Всех с победы и двигаемся дальше. Мужики-красавцы, хорошая командная победа. Прохорный победный гол, но я отдаю сегодня Андрюхе. Мужики-молочки, спасибо всем большое за самоотдачу. Давайте я отдаю так же. АПЛОДИСМЕНТЫ